У нас проседает численность боевого состава. Пополнения, которые приходят, они эту численность не покрывают. Что случилось? Люди все-таки не слепые, они видят, что происходит на фронте, как мы воюем. Мы воюем хреново. До сих пор, в этом году войны. Почему все это происходит? Инструктор отрядов «Шторм-З» Святослав Голиков заявил, что российские власти запрещают пользоваться гаджетами на фронте, чтобы скрыть катастрофическую ситуацию и большие потери. По его словам, из-за потока негативной информации о больших потерях и неудачах на фронте, количество желающих воевать с Украиной даже за большие деньги резко сократилось. И теперь их уже не хватает, чтобы компенсировать высокий уровень потерь. Поэтому власти хотят просто устроить в армии информационную блокаду, чтобы пресечь распространение правды о происходящем. Получается, у нас просчитает численность контингента. Не хватает контрактников. Информация о происходящих в зоне боевых действий, негативных явлениях, она выплескивается. В том числе за счет того, что у людей есть возможность что-то снимать, выкладывать какие-то видеопрощения. То есть просто пресечь поток информации от фронтовиков, чтобы не отпугивать контрактников, чтобы легче набирать? Вот именно это мне в первую очередь и приходит в голову. А у нас что, там совсем полное разложение вуз, что ли? Чего это они закричали об этом? Сопоставляя вот эти вот истеричные вопли с ситуацией на фронте. А ситуация, она ухудшается. Она ухудшается в том плане, что люди, которых туда загнали, по сути, на обессроченные контракты. Я молчу уже про мобилизованных, которые просто вот впали в крепостное рабство. Люди элементарно устают физически, морально. Цели непонятные. Государство их не может никак четко артикулировать. Окей, мы услышали от Верховного, что Одесса русский город, их встрепенулись. А потом нам начали выбивать большие десантные корабли, и что-то как-то про Одессу русский город мы больше ничего не слышим. Положение, вот честно говоря, несмотря на то, что на ряде участков у нас идет продвижение, положение в целом ни разу не радужное. Исчерпание наступательного потенциала, с одной стороны, с другой стороны, сокращение потока контрактников, вызывают вот эти вот истеричные эмоции. Блин, ржевская мясорубка без ржева, без цели, получается. К сожалению, да. С теми подходами к обеспечению организации боевых действий, я очень сильно боюсь, что просядем к осени очень сильно именно мы. Но вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? Издание «Важные истории» и «Конфликт интеллижменты» выяснили, что российская Минобороны завышает число контрактников. На самом деле на бумаге одно число солдат, а на фронте совершенно другое. Зачем это делает руководство Минобороны? Сколько людей на самом деле воюют? И какие затраты несет Россия на обеспечение людей, которые находятся на фронте? Поговорим с журналисткой важных историй Катя Бончасмоловская к нам подключается. Расскажи, пожалуйста, что стало известно из вашего материала, как вы выяснили, что на самом деле Минобороны завышает и насколько завышает численность людей на бумаге, нежели в реальности? Мы выяснили, что число свеженобранных контрактников, которые озвучивают Минобороны, может быть завышено в полтора раза. Выяснили мы это, изучив данные о расходах федерального бюджета. Всем новым контрактникам, кто заключил контракт больше, чем на год, полагается единовременная выплата из федерального до 400 тысяч. И мы изучили эти расходы и подсчитали, что эту выплату получили примерно 426 тысяч человек. Это данные с осени 2022 года к апрелю 2024 года. А Минобороны заявляло в полтора раза больше на тот момент. Там разница 214 тысяч человек. Почему Минобороны так делают? Ну, наверное, понятно, для того, чтобы отчитаться, что все идет хорошо, набор идет хорошо, людей много, людей хватает, но мы видим, что это не так. Скажи, пожалуйста, по вашей оценке, это делается на местах? То есть местные, какие-то региональные военкоматы завышают численность? Или это указание с федерального центра для того, чтобы отчитываться перед руководством страны? То есть откуда идет инициатива по этому самому завышению численности на бумаге и несуществованию реальных людей, которые оформлены? Ну, это многоуровневая система. То есть Минобороны на федеральном уровне отчитываются в каких-то своих цифрах. Региональные власти публично там заявляют тоже свое. Как правило, то, что они заявляют, это тоже завышено, по нашим оценкам. Это может быть завышено где-то в среднем на 15% от реальности. Ну и, соответственно, по региональным данным о расходах на эти выплаты, потому что регионы тоже платят свои деньги за заключение контракта, мы тоже видим плюс-минус какую-то реальную картину. И источники наши в пунктах отбора на контракт говорят, что в 2023 году план по набору выполняли максимум на 60%, потому что не хватало инструкторов и в целом желающих. Сейчас темпы выше, но людей набирают все равно недостаточно для того, чтобы закрывать потребности на фронте. Скажи, пожалуйста, сколько денег в реальности получается для того, чтобы выяснить Россия тратит сейчас на контрактников, исходя из тех данных, которыми вы обладаете? Если мы берем только единовременные выплаты за заключение контракта, и пособия для мобилизованных, которые они получают ежемесячно, то выходит больше триллиона рублей, и это без учета Гробовых. Гробовый не так давно оценивал проект Рераша, по их оценкам это 2,6 триллиона где-то за все время войны. То есть в целом оценочно эта сумма приближается уже к 4-м практически триллионам. Мы помним заявление еще тогда Шойгу и Путина многие-многие годы довоенные о том, что Россия будет переходить на полностью контрактную армию, все меньше и меньше будет срочников. К 2024 году количество контрактников за последние военные годы увеличивается в какой-то диаметральной прогрессии, их становится сильно больше, чем было в довоенные годы. Или это какой-то постепенный процесс и никак не выбивается из общего ряда даже до военных лет. Количество контрактников растет или не сильно? Это сложно сказать с учетом потерь, потому что мы знаем, что перед началом вторжения группировку оценивали примерно 200 тысяч человек, плюс-минус. Сейчас они заявляют уже, на текущий момент, к июлю 2024 года, они заявляют, что на контракт они набрали еще, по-моему, 700 тысяч, но мы знаем, что эти цифры завышены. Поэтому в реальности сказать здесь очень сложно. Я понимаю, что ты не военный эксперт, но, может быть, у тебя сложилось какое-то мнение. Если они мухлюют с контрактниками, и этих людей в реальности нет, а им нужны люди для того, чтобы воевать, для того, чтобы принимать участие в боевых действиях на фронте, откуда тогда они будут восполнять эту дыру из несуществующих людей, так как люди им все-таки нужны? Об этом говорят и военные эксперты, и какие-то аналитики. Откуда они будут этих людей брать в итоге? Мы видим, что сейчас продолжается вот эта гонка выплат. Путин тем же указан, что он поднял федеральную выплату, рекомендовал регионам выплачивать от себя не меньше 400 тысяч, и регионы кинулись эти выплаты повышать. Соответственно, те, кто не был готов за меньшую сумму рисковать своей жизнью, теперь увидят вот такое большое количество денег и, возможно, будут готовы. То есть все признаки того, что расчет идет именно на это. Ну и мы знаем по предыдущим нашим расследованиям и расследованиям коллег, что регионы спускали планы, какие категории прежде всего нужно вербовать на контракт. И вербовка нацелена именно на незащищенные слои населения, на абонентам и так далее. Мигранты и вот эти все люди в первую очередь вербовать будут и продолжат среди них. Все наши планы реализуются, причем даже лучшими темпами, чем мы с вами ожидали. Редактор субтитров А.Семкин